Как здорово, что вы зашли на мой канал, ведь мы сегодня поиграем с акварелью, а именно напишем картины своими руками в технике по-мокрому. Нам с вами понадобится акварельная бумага, желательно плотностью грамм 250, не меньше, и акварельные краски, две кисти, одна побольше, другая поменьше, они у меня круглые синтетические. И самое главное в этом задании, очень хорошо прикрепить лист бумаги. Я рекомендую использовать малярный скотч, ибо он выдержит наш наплыв воды, который сегодня обрушится на нашу акварельную живопись. Хорошо по периметру закрепив лист бумаги, мы не будем с вами начинать нашу картину с графитового карандаша, мы сразу же приступим к работе с кистью. Берем кисть побольше и хорошо смачиваем лист бумаги. Можно смочить лист бумаги губкой, но рекомендую в этом случае нанести воду кистью. Увлажнив лист бумаги, оставляем ненадолго его пропитаться, и в этот момент делаем цветовые замесы. У меня, как вы видите, идут желтые оттенки, оранжеватые, потому что мы с вами будем писать сейчас цветы. И вот я ставлю три точки, которые будут определять серединку цветов. Самое интересное в живописи по-мокрому, что краска ведет себя по-своему. Вы располагаете некое цветовое пятно, оно начинает жить своей жизнью, понемногу расплываясь, перетекая с одного цвета в другой. Вот сейчас вы видите, начинает добавлять уже оранжевый цвет в серединке, и пятна понемножку расплывают со своей жизнью. Не переживайте, что у вас начнут плыть пятна. Знайте, что так как у нас лист воды смочен хорошо водой, наша акварель при высыхании все равно не будет смотреться очень яркой, и можно будет несколько слоев нанести и уточнить какие-то детали. Наша сейчас задача стоит в том, что пока лист бумаги влажный, мы набрасываем цвет на наши цветы, причем не углубляясь сильно в детали, чтобы определить место расположения цветовое наших цветов. То есть в данном случае у меня желто-малиновая такая гамма. И вот теперь переходим к работе с фоном. У меня фон в голубоватых оттенках, поэтому делаю замесы синей краски. Если где-то у меня бумага подсыхает, увлажняю ее второй кистью. Для этого у нас и хорошо, что в работе есть две кисти. То есть более крупной кистью смачиваем лист бумаги и кистью немножко поменьше наносим цветовые пятна. И вот смачив бумагу в тех местах, где нужно, чтобы хорошо расплывалась краска, в данном случае это фон, я обильно наношу цвета. То есть у меня синий, изумрудно-зеленоватые оттенки. И близко возле скотча, прям залажу на скотч, потому что когда мы его снимем, там образуется у нас красивая рамка. Но сейчас нам нужно, чтобы фон у нас был достаточно темный. То есть не черный, конечно, но цветы у нас предполагаются светлые на чуть более темном фоне. Прошу обратить внимание, что сейчас уже идет небольшое уточнение формы цветов, но не линиями, не мазочками, а некими точками. Так как бумага влажная, то такое точное нанесение цвета дает очень интересные цветовые расплывы. И вы можете это наблюдать. Я уверена, что когда вы попробуете на практике работать по-мокрому, просто даже нанести точками разные цвета рядом, посмотреть, как расплываются, вы поймете, как интересно это работает и насколько здесь есть некая легкая импровизация того, что пятно дает все-таки свою какую-то графику. И нам нужно контролировать то, как расплываются наши пятна. И вот сейчас некий этап первый прошел, когда нанесена была общая цветовая гамма. Я дала просохнуть работе. И сейчас уже обильно разведенными водой пигментами, то бишь красками, я уточняю детали опять-таки точными, небольшими мазочками, некими штрихами по краю лепестков цветов. Но тем не менее, сейчас я, как вы видите, все больше добавляю воды, чтобы мои пятна цветовые все-таки расплывались по бумаге, потому что сейчас первый слой немножко подсох. Не хочется, чтобы была сильно большая каша, поэтому, конечно, вы контролируйте на этапах работы просыхание вашей бумаги. И помните, если ваша бумага уже при работе начнет верхний слой ее скатываться, это такая наступает некая усталость бумаги, то есть вредится верхний слой, дайте ей просохнуть, и можете закончить работу потом по-сухому. Просто не дотрите до дыр. И вот сейчас вы видите, что наносится все так же точечно красноватыми оттенками края лепестков, но тем не менее добавляются туда и оранжевые, и красные охры оттенки, потому что, чтобы у нас не было ощущения раскраски, прелесть акварели писать по-мокрому в том, что очень красиво, нежно перетекают цвета между собой. И здесь можно сочетать, конечно, как чистую живопись по-мокрому, так же и уже с добавлением деталей по-сухому письма. Но в данном случае слой бумаги у меня уже действительно частично был просохшим, и я достаточно такими хорошо, повторюсь, разведенными пигментами, то есть очень обильно ношу такие небольшие точки, мазочки по периметру. Вот в начале, поработав с краем лепестков цветов, они уже немножко растеклись, не такие яркие, прорабатываются темные элементы, это как бы по краю уплотняем фон вокруг цветов, но, повторюсь, не стоит обводить силуэты линейно цветка, потому что чуть-чуть эффект будет другой, мы как бы делаем моменты такие пятнами растекания. Возможно, обратили внимание, сейчас салфеткой бумажной промокнула какую-то частичку, то есть при такой работе держите всегда под рукой бумажную салфетку белого цвета, чтобы она у вас не отпечатывала цвет, для того, чтобы вы могли промакивать некие водяные пятна, которые могут не устраивать вас на работе, либо же они как-то растеклись, либо же при деформации влажной бумаги они могут подтекать не так, как вам бы хотелось. Главное, не паникуйте, вы все можете скорректировать. И вот теперь здесь, как вы видите, добавляется еще на фон мазочки. И что хочу напомнить вам о том, что помните, акварель, когда мокрая, она смотрится у нас намного ярче, особенно при такой влажном мокрым письме, она смотрится сочной, мокрой, и, конечно, при высыхании она будет у нас немножечко светлее. Конечно, немаловажный момент играет, и бумага, бумага бывает очень разной для акварели, и как-то мы рассмотрим в одном из видео то, как себя ведет разная бумага под акварелью. Но сейчас, глядя на нашу работу, вы видите, что я прорабатываю немножко серединки, делая там чуть ярче и плотнее удлиненные мазочки, некие точечки, и в серединке цветов наших присутствуют цвета, не только красноватые и оранжевые, но и также цвета, которые у нас есть на фоне, это и зеленый и синий. И вот, когда работа у нас хорошо просохла, мы снимаем скотч, и я вас поздравляю, наша живопись по-мокрому закончена. И если вам понравилось это видео, я буду очень рада, если вы поставите лайк, и подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, и пишите в комментариях, было ли это видео для вас полезным, и что бы еще вы хотели бы написать акварели по-мокрому вместе со мной в моих видео. До следующих встреч!